Издательство Эксмо Лия Арден Мара и Морок Особенная тень Глава первая Мары так называют девушек, кому прикоснулась сама богиня Марана, чтобы те помогали ей с переправлением душ умерших, тех, кому по каким-то причинам не удалось покинуть мир живых. Марана — богиня зимы и смерти. Но смерть от руки Мараны и ее помощников милосердна, ибо дарует переход от одной жизни к другой, к новому началу. Это как смена сезона, когда после зимы обязательно приходит весна. Марану также называют Марена или Мара и представляют как красивую девушку с молочной кожей и черными волосами, что в руках держит серп, чтобы резать нити жизни. Под ногами у нее снег, да, разбитые черепа, а поступь ее сопровождает треск льда на замерзших реках. Отмеченных Мараной прозвали Марами, отдав им одно из имен богини, ибо все эти девушки похожи на нее. Малахий Зотов, забытая о Марах и Мороках. Я не разговариваю с ним уже три дня, как, впрочем, и он со мной. Три дня назад я видела Даниила в последний раз. Три дня назад я и Морок пересекли границу Сирата. Три дня назад я узнала, что Аарона, как такового, не существует. Это лишь очередное имя, очередное и самое лживое из всех его ролей. На самом деле его зовут Александр, и он потомок убийцы моей сестры, потомок тех, кто убил моих сестер, Мар, и меня в том числе. А теперь я привязана к нему. И еще я снова в кандалах. Он изменился. Я хоть и ненавижу его сейчас, но не могу перестать пристально наблюдать за ним с какой-то долей восхищения и растерянности. Его движения стали плавнее и увереннее. Его спина всегда прямая, а плутовская ухмылка, что часто играла на губах в Аракене, исчезла. Словно он пересек границу родной страны и вместе с этим встал из-за игрового стола, где временно исполнял отведенную роль. А теперь стал самим собой. С тех пор его лицо чаще расслабленное, но взгляд по-прежнему внимательный. Он не скрывает, что обладает властью и руководит этими людьми, но работает столько же, сколько и остальные. А спать нередко ложится одним из последних. Александр почти не хмурится и так же мало улыбается. А если и делает это, то сдержанно, когда хвалит солдат за хорошую работу, хлупая их по плечам. Хотя несколько раз мне удалось увидеть его искреннюю улыбку, такую, что его зеленые глаза излучали свет, которого ранее в его взгляде никогда не было. Но ни одна из этих улыбок не предназначалась мне. Наоборот, при взгляде на меня любой намек на нее вянет. То ли виной я сама, то ли разочарование в моих глазах. Солдат, сопровождающих нас, ни капли не удивляет, что их принц носит маску Морока. Они все знают. Скорее всего, Даниил верно угадал. Все было спланировано заранее. Теперь список скормленной мне лжи настолько длинный, что потребуется бумага и чернила, чтобы подсчитать, кто же из этих двоих лгал мне больше. Даниил? Или все-таки Аарон? Убивать меня Александр явно не собирается. Иначе мог бы уже сделать это сотни раз. Хотя, о чем говорить? Ему и пальцем шевелить не нужно, достаточно разорвать нашу связь, и я вновь рухну на землю мертвым телом. Субтитры делал Дима Субтитры делал Dima